Сейчас пробую такой длинный. Длинный в следующем сете и немножко маленький. Говорят, белый хлеб едят в городах, когда нечего есть. Или нечего есть отдельному человеку. Тогда он в больших количествах ест белый хлеб, набивает кишки, мякишем, коркой. И если ситуация позволяет, дешевым майонезом, толстый, смазывает куски. Или макает в горячую водичку с бульонным кубиком. Он ест и ест белый хлеб, набивает кишки. Врачи говорят, что именно белый хлеб способствует застою каловых масс в кишечнике. Каловых образованию камней, которые могут жить там годами, отравляя внутри бедняков живущий кал. Их серые лица и темный оскал. Дрожание рук в малосемейке над газом. И лампы серого цвета в изголовье постели. Их китайские бра в перемешку с иконами, постерами звезд. Тонны белого хлеба в мыслях их. Моих мыслях слипшийся мякиш. Буханки горячие, четкие. И страх, страх, страх. В 13 лет, заходя в магазин, страх. Неудобно, невыносимо перед знакомым красивым парнем просить продавца дайте частично в долг булочку белого. 4 рубля я отдам сейчас, а 2 занесу потом. А продавщица в ответ. Да возьмите горячего серого. Да, но серый лучше есть со сметаной, с борщом. А где взять борща? Ведь для борща нужно мясо. Мясо невинных жертв режима. Или просто животных, кричащих коров под дождем в деревне Сибирской. Над районом ноябрьской ночью жужжание, первый морозец, и холодно спать. Холодно дома дышать, и слышно, как в темных домах кричат и скрипят кишки наших людей. Как в пекарнях ночных он, гудя, выпекается сам, издеваясь, кривляясь, сломаясь. В черных алясках, в штанах Эдидас, рано утром по темному льду, на остановке идущих, пахнущих газом, Дикая песня, да, тех, что поддерживают режим, вам сказали. Но так выходит, что кишечники взяли свое, а в лицах совсем другое. Или студентки, мы с Леной, несколько лет, бегающие в пятерку за белым, Жрущие, как попало, огромные, с толстыми ляжками, тучные, вечно жирные и голодные, Желающие пожрать этот хлеб, картонный московский хлеб для неуспешных, Пекарен вне бельгийских, французских с кунжутом и солью морской Для гондонов, горцующих по Тверской. И мы даже не знаем, кем он был приготовлен, чем смазан, с каким трудом. Больше ста лет не видели хлебных печей и сами мертвы. Не исключено, что это вовсе не хлеб. Его не пекут, не месят. О чем-то знает что. Во сне, на берегу моря, в шикарной гостинице, худой, загорелой мне, Все, что связано с хлебом, приснилось мне.